Таджикистан. Древние земли, древние города и древняя борьба гуштингерей. По некоторым источникам ей более трех тысяч лет. Эта традиция передается из поколения в поколение, устно и на практике. Древние техники, правила поединка и методики подготовки атлетов борьба гуштингерей донесла до наших дней через тысячелетия. Правила и условия несколько могли отличаться в зависимости от местных территорий. Одна из ветвей национальной борьбы таджиков – Бухарская Гушти, которая локализовалась в основном в Бухаре. Во многих маленьких и больших селениях Таджикистана существовали свои школы борьбы, которые назывались Перхона. Наставники именовались Пир или Усто. Они учили не только борьбе, но и считались учителями жизненного пути в более глубоком смысле этого слова. Кроме борьбы, в систему подготовки были включены бег, различные прыжки, отжимания, приседания, а также работа с тяжестями. Правила борьбы разрешают захват за пояс и выше, так как руками атаковать или фиксировать ноги соперника запрещено. Это создает условия для динамичной и оригинальной техники, богатой на красивые и сложные броски. По правилам борьба очень схожа с грузинской Чидаоба. В портере борьба не проводится. Победа присуждается за бросок на спину с касанием одной либо двух лопаток. Чистый правильный бросок называется халлоу. Схватки проходят активно и азартно. Броски проводятся молниеносно и неожиданно. Различные подсечки, подножки, отхваты, подкаты, броски через бедро или спину – это совсем малая часть тех приемов, которыми изобилует гуштингерий. Но для таджийской борьбы характерны еще и ударные захваты, которые больше нигде не применяются. Кроме этого, в гуштингерии ранее применялись и боевые приемы. Удушение, болевые приемы на суставы, удары по болевым точкам. Многие сохранившиеся до наших дней школы до сих пор не выдают свои секреты техники. Бороться выходили в национальных халатах с мягким поясом. В наше время халаты сменили на экипировку дюдоистов и самбистов. Для борьбы сооружали специальные борцовские площадки «Майодони» гуштингерий, а соревнования проводили во время национальных и семейных праздников. В настоящее время главные турниры проводят по всей стране во время проведения древнего гуляния Навруз. Борцовские турниры обычно открывают схватки пожилых борцов. Таким образом, старейшины задают дух состязаний и напутствия участникам. Позже выходят самые юные участники, потом юноши и взрослые мужчины. Сильнейшие борцы зовутся полванами или пахлванами. Их чтут и уважают в народе и стране. Состязания проходят как в личном зачете, так и в командном, когда стенка на стенку выходят представители разных кишлаков или районов. На одном турнире может разыгрываться несколько призов, разных по ценности. Участник заявляется и ждет соперника, которого судьи выбирают из желающих. Проигравший выбывает, а победитель участвует дальше. После трех побед получает приз. Следующим разыгрывается более ценный приз. И так до самого главного. В настоящее время схватка ограничена по времени. В старые времена боролись до победы. Состязания борцов всегда вызывают живой интерес, собирают очень много болельщиков и зрителей. Уровень подготовки борцов профессиональный. Поединки захватывающие и зрелищные. Соревнования проходят под накалом страстей болельщиков. Каждая схватка может подарить красивейшие образки, яркие победы, ради которых одни приходят состязаться, а другие болеть за своих. Гуштингери. Самый популярный вид спорта в республике. За соревнованиями по борьбе следят десятки тысяч болельщиков. Борцов знают поименно, а сильнейших пахлаванов просто боготворят. В интернете всегда много видеообзоров схваток и соревнований по национальной борьбе. Гуштингери. Национальная борьба. Древняя и основательная. Борьба, богатая на традиции и колоссальный опыт. При другом развитии истории эта борьба могла бы вырасти до самого высокого уровня в масштабе мирового спорта. Субтитры создавал DimaTorzok